приветствую друзья сегодня у нас полный тест и обзор данного моноблока из китая т-класт x22 air но кто еще не в теме это у нас и монитор и системный блок все вместе два в одном то есть готовый компьютер подключаете только сюда свою клавиатуру мышку и можете смело работать ну как он приезжал из китая в какой коробке что в комплекте как он по габаритам какие подключения то все можете посмотреть в этом видео с распаковки ссылочка здесь где-то будет на за нажимаете и смотрите но сейчас нас полный обзор значит то что вы просили в распаковке писали комментарии я здесь установил как видите все эти программу ли на что вас интересует сейчас поближе покажу и вот сейчас это все мы будем открывать и смотреть по очереди как они работают на данном компьютере и не забываем заходить в наши группы вконтакте facebook instagram и telegram где товары после обзоров продаются по ценам и ниже чем в китае короче кто успел тот купил все ссылки в описании и так цена этого моноблока 250 долларов ну где-то в этом районе плюс-минус ссылочка будет в описании под видео там смотрите потому что в китайцам цены меняются постоянно ну если еще используйте кэшбэк то есть возвращаете часть ваших денег обратно тогда цена ну реально где-то будет районе 250 долларов ссылка на кэшбэк также есть в описании ну и что это за цена друзья это цена где-то ну хорошего такого телефона до 250 долларов но здесь мы получаем что диагональ почти 22 дюйма 21 с половиной дюйм full hd разрешение матовый экран четырех ядерный процессор intel celeron n 31 50 4 гига оперативы ssd диск на 128 гигов встроенное видео да здесь не дискретная видюха стоит есть поддержит вай фай и встроенные даже сзади два динамика и это все готовый компьютер компактный поставили на стол и пользуйтесь 250 долларов цена телефона вот ну и спрашивание почему доставка бесплатно если на сайте платная не знаю друзья в мою страну доставка бесплатная может это зависит от региона разные регионы разные доставки и конечно от вида доставки еще зависит там уже на цена сайте смотрите для меня бесплатная для вас может платная там уже сами смотрите так писали что там нас внутри разобрать его посмотреть но я не стал его разбирать нашел просто фотографии в интернете что там внутри и вас интересует если место чтобы установить какие-то не знаю хард диск еще какой-то что-то еще доставить туда короче я эти фотографии нашел ссылочка на альбом есть в описании заходите смотрите там куча фотографий и устанавливайте что вам как что вам нужно поехали дальше следующие вопросы и можно ли его использовать как монитор не знаю друзья подключала его просто обычным кабелем компьютеру как монитор да он не подключается поскольку это у нас все-таки компьютер возможно есть какие-то другие способы на программном уровне каким-то программкой это можно сделать но обычно по кабелю это не работает напишите кстати кто знает как его подключить как монитор в описании попробуем интересно кстати дальше оценка производительности windows сколько показывает вот он тест у нас показал поближе сделаем 4 и 1 балла ну цифры неплохие здесь 6 и 6 здесь 6 10 и почти 8 ну самое слабое звено конечно графика от нужно она встроена но как это все работает здесь игрушки эти все сейчас будем то все смотреть так дальше тест скорости диска ssd до сделал проверил сейчас вам покажу заходим открываем программу лину по тесту нажимаем старт смотрим это у нас идет запись запись на диск 130 ну 130 короче средняя и чтение у нас 450 где-то средняя вот сделал еще один тест вот такого плана получаем а здесь 130 и 480 ну где-то в этом районе здесь с качества 3 460 короче не знаю нормальные это цифры или нет пишите также в комментариях но вот такие вот тесты нашего ssd диска с этим разобрались поехали дальше 4k видео про из 1 вас производит или нет с youtube и так сейчас покажу заходим в наш браузер так наши наш канал на ютюбе а вот видео уже есть я нашел видос 4k как видим вот максимальное разрешение так я думаю там все нормально видно видно вот и запускаем это видео в 4k поехали все видео идет плавненько кстати на моем самсунге ноутбуке с ай третьим да и коры корой 3 он это видео просто тормозит просто как фотография слайд-шоу здесь же идет плавненько только иногда со звуком подтормажет но сейчас даже звук нормально вот звук начал репеть чуть но картинка идет как видите с этим понятно и сейчас откроем вам еще 4k видос с флешки покажу а вот она 4k 30 кадров в секунду поехали вот здесь вообще без проблем со звуком также все четко можем сделать перемоточку кстати звук динамиках спрашивали сейчас покажу звук динамиках это у нас еще не максимум макси это у нас на 67 процентов с динамики очень громкие так что играют запаса хватает здесь на 100 короче 4k работает без проблем мой ай 3 не с не справляется с этой задачей даже photoshop открываем сейчас посмотрим на сколько он загрузится вот он время от можете посмотреть сколько у вас открывается ждем но у меня на и третьем открывается дольше я вам скажу все photoshop открыт сейчас что-то будет еще здесь подгружаться чуть-чуть так подгружается до подгрузилась давайте что-то что-нибудь откроем попробуем нарисовать вот все работает легкий photoshop может делать без проблем закрываем не сохранять отлично photoshop разобрались sony vegas для монтажа видео вот я закинул сюда видосик без наше видео и и смотрите у нас здесь поехали лента лента предпросмотра здесь все не тормозит можем выбрать качество даже хорошее полный размер смотрите предпросмотр на хорошем полное разделить потянуть но что скажу если станет своим ноутбуком на и третьем здесь получается монтаж чуть подлиннее получается если у меня видео монтируется за час это же видео здесь монтируется за полтора часа так что для монтажа ну можно монтировать но я все-таки монтирую на своем ноутбуке так это также понятно закрываем ну и гейм тест тест игр вы просили сюда установить и кс гоу и танки и gta 5 и еще куча всего но я установил то что установил на то что место было на здесь все-таки 128 гигов а эти всякие photoshop и sony vegas и gta 5 это куча места занимает сейчас мы это все по порядку открываем и поехали counter strike ну что погнали так не знаю настроечки вроде нормальная игра идет офигенно ничего не тормозит смотрите все летает играть можно без проблем отлично вот ну такой как я игрок здесь короче все что смог то показал я думаю понятно так погнали танки blitz сейчас фпс смотрим сейчас подождите сейчас я его убью фс смотрим здесь в углу так нормально поехали максимальные настройки все что возможно сейчас фпс на сколько 50 45 51 ну я думаю игра идет нормально сами смотрите игроки кстати пишите как игра идет потому что для меня это нормально все танк уничтожен и давайте выходим ангар сейчас вам покажу какие здесь были настройки покинуть так настройки настройки как видим здесь у нас графика все высокое максимальные настройки но это у нас был и фпс на сколько там 50 средний но это у нас был blitz вы просили еще сделать просто обычные танки но сейчас протестируем поехали танки танки обычные ну и фпс уже смотрим в этом углу сейчас у нас 40 ну и настройки уже здесь минимальные вот так идет картинка конечно блиц будет это получше но здесь также все идет как видим на минималках потому что на максимальных чуть выше конечно уже начинает тормозить все вот вот я думаю короче друзья понятно с танками поехали дальше ну и gta 5 на минимальных настройках сейчас чуть далее отойду покажу вам картинку вот можете посмотреть со всех сторон прорисовка какая короче садимся в тачку погнали газуем газуем да я еще конечно тот игрок короче давайте вылазим с этой тачки вот я думаю вы саму суть поняли как идет игра так что с этим все понятно можем отсюда выходить обратно вот так что вот такой у нас сегодня моноблок т-класт x22 air ссылки все будет в описании под видео кстати это у нас не игровой моноблок все-таки для домашнего использования для просмотра какого-то видео ютюба посидеть в контакте в интернете послушать музыку компактный небольшой диагональ 22 дюйма для как вместо телевизора даже и сразу и монитор и системный блок все вместе ставим и пользуемся кстати даже нагрева нет все чуть-чуть тепленький даже так что пишите свои комментарии не забываем про лайки подписываемся на канал и ждем очередные интересные посылки из китая друзья до новых встреч